Русские новости Малейшие расхождения Поводом может быть все что угодно Отношение к Путину, к Сталину Отношение к Игорю Стрелкову Вообще все что угодно Социалист, коммунист, либерал Какие угодно бредни В головах людей Суетятся, толкутся, сшибаются И они друг друга уничтожают Словесно Вы выйдете во двор Хотя бы друг другу морду набейте Может быть это будет более продуктивно У вас в головах что-то уложится лучше Вы же совершенно перестали бороться за русскую Россию Где русское движение Мы может быть последний форпост русских Это русский национальный фронт Продолжаем действовать Но сил наших маловато Я вот своими силами выпускаю русские новости Можно сказать Один на один с видеокамерой Не вижу чтобы кто-то всерьез продвигал этот проект Или готов был выпускать что-то такое параллельное Где русские новости Где русский народ Со своими новостями С новостями о русских Прежде всего о русском политическом движении О каких-то митингах, шествиях, конференциях О выпуске каких-то русских книг Где все это Я спрашиваю тех, кто смотрит русские новости Вы участвуете в русском движении? Вы создаете русские новости? Или вы только зрители Вы будете смотреть и обсуждать то, что я вам предложу Мы будем обсуждать все время акты агрессии против русского народа Но никогда не ответные акции В Санкт-Петербурге может быть исключительный такой момент Когда были какие-то ответные акции Подлая власть Санкт-Петербурга Господин Полтавченко, изменник родины, русофоб Позволил переименовать мост Не помню его название В Санкт-Петербурге В мост Кадырова И перед тем, как это произошло Состоялся массовый сбор подписей против этого Потому что Кадыров это убийца, уголовник Который ненавидел Россию, русских Ненавидел все, что связано с нами С нашим народом, с нашей страной В этом у меня лично нет никаких сомнений Я об этом чуть позже еще скажу И вот тогда там появилось граффити Какой-то мужественный человек Или несколько человек Нарисовали там портрет Огромный портрет Юрия Буданова Убитого террористами Убитого террористами чеченцами И только по одной причине Потому что российские спецслужбы Господин Бортников, вы тоже предатель Отвернулись в сторону И позволили убить человека Достойного человека Путин его позволил посадить в тюрьму Когда президентом был Медведев Он не позволил его выпустить из тюрьмы Человек просидел 8,5 лет в заключении За то, что он честно выполнял свой долг Уничтожал чеченских бандитов Вот он 8,5 лет просидел Потом его выпустили Фактически он никакой поддержки не получал В том числе, кстати, и от русских людей Очень незначительна была эта поддержка Спасибо авиакомпании, которая дала ему работу Работу о его жене Которая смогла хоть как-то содержать семью Все эти годы мучительные для нее Для детей Был взрослый сын и школьница, дочка Им, конечно, было очень тяжело все это переживать И жене Светлане И вот после того, как он был освобожден Ну, какой-то был интерес В какой-то момент Но когда люди увидели, что полковник Буданов Готов быть только полковником Но не готов быть там оракулом Какого-нибудь там оппозиционного движения Все тут же отхлынули и стали забывать Но бандиты, чеченские бандиты не забыли Они организовали покушение И убили полковника Который ввел уже совершенно спокойную Гражданскую частную жизнь И не собирался включаться В какие-то крупные политические мероприятия Я в тот момент Я постарался сделать все, что мог Когда полковник Буданов находился в заключении И материальная поддержка была ему передана И после освобождения Я с ним встречался, с его семьей И мне казалось, что я как-то могу скрасить его Ну, как-то скрасить вот эту жизнь Когда он снова пытался вписаться В обычную жизнь за пределами мест лишения свободы И как-то компенсировать ту обиду Которая ему нанесена, конечно, не мной А нанесена моими врагами Я их всегда рассматривал Буду рассматривать как врагов И поэтому я сформулировал тезис Когда полковник Буданов погиб Кому Буданов не герой Тому Россия не родина С этим тезисом я продолжаю жить И я надеюсь, что питерцы Будут вот тот мост Где якобы должен быть уяковичен Кадыров Будут называть мостом Буданова И это будет правильно Я надеюсь, что в Москве Улица Кадырова Которая тоже была названа Это просто был циничный плевок В душу русским людям Будет переименована Я считаю, что мы должны предпринять К этому какие-то усилия Прежде всего те, кто живет на этой улице Это просто стыдно на этом месте жить И каждый день ходить мимо этой вывески Улицы Ахмата Кадырова Это стыдно Это стыдно Вашего убийцу Увековечили Вот здесь показали Это человек, который говорил Надо убить как можно больше русских Это зафиксировано Это есть Это именно так И сын его, который сказал Что я первого русского убил в 16 лет Это тоже зафиксировано И вот он сейчас управляет Этой территорией Которая стала гнездом бандитизма Чечня – это гнездо бандитизма Я утверждаю И этот бандитизм растекся по всей страде Теперь он рядом с вами Вы когда была чеченская война Первая, вторая Вы могли закрывать глаза И говорить Это не наше дело Это там кремляне занимаются А мы вообще их не любим Это не наше дело И жить обычной жизнью Но теперь война пришла в каждую точку То есть везде вы сможете встретить этих бандитов Как только вам что-нибудь понадобится в этой жизни Пока вы рабы Вас никто не трогает И спасибо за то, что вы существуете как рабы Как только вам что-то надо Открыть бизнес Или заняться политикой Обязательно появятся эти люди Мне довелось с ними сталкиваться неоднократно Неоднократно Хотя грязнее, чем русские предатели Я людей, конечно, не видел С этими я сталкивался гораздо чаще С чеченцами реже Я хотел вспомнить момент Когда мне довелось посмотреть в глаза Ахмата Кадырову Это произошло в феврале 2004 года На программе, которая записывалась на телевидении Программа была телепередача «Свобода слова» Если помните, такой Савик Шустер был Но он, видимо, был слишком шустер И поэтому его передачу закрыли Он перебрался на Украину По-моему, там все и продолжает свою деятельность В общем-то, человек, скажем так В каких-то местах честный То есть он все-таки такие подлости, которые делают нынешние ведущие телевидения Не делал Хотя, конечно, и не был на стороне русских людей И вот тогда, в феврале 2004 года Савику Шустеру показалось любопытным Столкнуть высадить трибуну чеченцев И высадить трибуну вновь избранных депутатов от Родины Между собой обсудить вопрос Почему русские с чеченцами не могут жить в мире Вот этот вопрос, конечно, стоило бы задавать чеченцам Почему они не в состоянии жить в мире В русской России Они живут в русской России Они захватили территорию Очистили ее от ничеченцев Изгнали оттуда всех русских Всех, можно сказать, только какие-то остались ошметки в надтеречных районах Там несколько казачьих поселков Там совершенно незначительное количество Очистили полностью Поэтому, когда началась эта передача В ней присутствовал еще, помимо Ахмата Кадырова Полевой командир Руслан Ямадаев Тоже бандит и убийца По совместительству герой России Ну и у нас, по-моему, и Ахмат Кадыров тоже герой России Поэтому его именами называют там мосты, улицы И что-то там Понятно, когда в Грозном Это территория, захваченная бандитами Там его именем что-то называют Но когда в Санкт-Петербурге, в Москве Это просто бандиты обозначают свою территорию Вот что происходит Это 2004 год уже был довольно давно Вот депутаты Родины сидят С этой стороны и с той стороны сидят чеченцы Прежде всего Ямадаев и Ахмат Кадыров И как бы разговор Ну, кто начнет разговор Почему мы вместе не можем жить? Ну, здесь я использую свой шанс И он оказался единственным Потому что больше мне слова не дали И я сказал так Вот я цитирую прямо по стенограмме Почему раскол между чеченцами и русскими? Этот раскол происходит еще и потому Что там что-то исчезло Видимо, я говорил за кем-то Этот раскол происходит еще и потому Что все время забывается Что из Чечни изгнаны 300 тысяч русских И этот раскол останется до тех пор Пока сами чеченцы не вспомнят Что с ними вместе жили русские Что земли Чечни – это не земля чеченцев Это земля тех народов, которые там жили И если мы будем продолжать говорить, что в Чечне обидели только чеченцев В Чечне подстрадали от войны только чеченцы Будет продолжаться этот раскол Нам надо вернуться к здравому пониманию равенства граждан Которое должно быть установлено А его сейчас нет в Чечне И раскол происходит еще и потому И тут меня обрывают И пошла какая-то другая история Моя речь была прервана ведущим Горские демократические политики ее игнорировали Вместо этого горец коммунистической выделки Ельцинский специалист по национальным вопросам Рамзан Абдуллатипов Начал мне выговаривать По поводу какой-то предполагаемой у меня мысли О которой я ни слова не сказал Ну надо вот вспомнить Рамзан Абдуллатипов Тоже такой вот коммунистический негодяй Который был привлечен ельцинистами Потом путинистами Такой спец по национальному вопросу Прилепили ему академическое звание Полному бездарю Который вообще не имел никаких научных публикаций Зато толстенные томы и всякого бреда выпускал И как только что-то скажешь о русских Тут же тебя начинают подозревать в экстремизме Разумеется, слово, чтобы снять недоразумение Мне предоставлено не было То есть Абдуллатипов в чем-то меня обвинял Чтобы мне сказать, что он несет сущий бред Естественно, микрофон до меня не добрался Ну таковы условия работы нашего телевидения И вот в данном случае Савика Шустера И еще один фрагмент я приведу В дискуссии сколеснулись Дмитрий Рогозин и Ахмат Кадыров Это любопытный фрагмент Можно сказать, главные калибры Которые были представлены с той и с другой стороны Ну а вот Абдуллатипов Он как бы должен был всех мирить Кто его приглашал мириться, я не знаю Вот этот человек, наверное Колоссальный ущерб принес нашей стране Тем, что он пытался кого-то примирить На самом деле, когда он был министром И вот все это кубло, которое вокруг него Они все делали для того, чтобы настроить малые народы То есть все остальные народы, кроме русских Против русских Это вот деятельность Рамзана Абдуллатипова Ну а все остальные, они просто его использовали Вся вот эта вот бандитская, этнобандитская среда Она использовала его как своего глашатая теоретика Вот он все это дело выдавал Якобы с целью умиротворить кого-то Да никого он не умиротворял Он стремился, наоборот, к уничтожению русской России К заселению России нерусскими народами К тому, чтобы нерусские имели преимущество перед русскими Этого добились Ельцинская и путинская политика Это преимущество всегда и всюду Преимущество нерусских перед русскими То есть это русофобский режим Вот он установился И вот вернемся к 2004 году Обмен репликами Кадыров Корни терроризма здесь, в Кремле Были тогда, отсюда они и ушли Выходит так, Рогозин Я думаю, что не война была прародительницей терроризма А скорее всего был мятеж И не в 1994 году, а намного раньше Это был мятеж, мы знали о нем В 1992 году, в 1993 году Там резали русских Федеральная власть действительно Кадыров Неправда, это неправда Рогозин Это правда Огромное количество русских людей бежало оттуда Русская община, около 350 тысяч человек Была практически выгнана Изгнана оттуда Поэтому в 1994 году Попытались найти решение этой проблемы Нашли абсолютно неадекватное решение Я считаю, что корни терроризма Безусловно уходят в мятеж Который появился на территории Чечни Другое дело, что этому мятежу Способствовали неадекватные Иногда даже провокационные действия Ельцина и его окружения Это точно Кадыров За период до 1994 года Насколько я помню Наверное вы знаете В Чечне не было ни одного теракта И на территории Российской Федерации Ни одного террористического акта Это была ложь Это ложь Это известно совершенно точно И по показаниям, которые собирались Правоохранительными органами И по журналистским расследованиям И потому, что нам было известно От активистов русской общины Чечни Именно так Русских резали и в 92-м И в 93-м При попустительстве ельцинского режима Если терактов не было За пределами Чечни То они были в Чечне Массовые убийства Изнасилования Массовый грабеж Изгнание и похищение людей За пределами Чечни Были не теракты А бандитизм Захват чеченскими бандами Сфера влияния в бизнесе и управлении При этом Кадыров стоял на стороне бандитов Насильников и грабителей И в тот период И когда кричал Неправда-неправда Он признавал Что был и с Дудаевым И с Масхадовым А теперь был с Путиным То есть Путин это продолжатель Дела Дудаева и Масхадова Добавляю я к тем заметкам Которые сейчас цитирую Из своей книги Осколки эпохи Путина Досье на режим Вот это досье собирается у меня И вот в виде этой стенограммы Я вам его представляю Далее Кадыров Вот вы именно разжигаете Межнациональную рознь Это он Карагозину Когда говорили здесь Стояли Чеченцев надо в угол загнать Один говорит Другой Их надо депортировать Этих черных Пожалуйста После ваших выступлений В Питере убили Девятилетнюю девочку Если мы сегодня То есть власть Не обратим внимания На тех бритоголовых Которые называются Шалостями Ребячеством Мы получим не одну Чечню То есть это прямая угроза Организации терактов Какая-то там Девятилетняя девочка Это как всегда Вот это Помните Таджикская девочка Которая казалось Просто не существовала А существовала Группа Наркоторговцев И наркопотребителей Или может другая группа Наркоторговцев Которые схолестнулись Между собой Там были жертвы И эти жертвы Были выданы Как Жертвы Национального Русского движения Вот бритоголовы Это видимо как раз Все русские Должны быть бритоголовы Нацисты Фашисты Убийцы таджикской девочки Это пропагандистский трюк Всех либералов Всех сторонников Нынешнего режима И вот Ахмата Кадырова Которого сейчас Прославляют Называя его именем Предполагалось Что говорить можно Только о правах Чеченцах И преступлениях Русской армии Вот дальше вступает Ямадаев Пожалуйста Это так и есть Я скажу за это Тех трех Он плохо говорит по-русски Поэтому Я скажу за это Тех трехсот тысяч людей Которые Он Такие генералы Бомбили Их Обстреливали танками Уничтожали Грозные В руинах Кто это сделал Террористы Вот они поддерживают терроризм Вот где Русских выгнали Чеченцы находятся В таком положении И сами С радостью уехали бы Но некуда этим бедным людям уехать А русским было куда уехать Вот такой же Шаманов уничтожил Где он пришел Тот запад Войска Он командовал полностью 90% уничтожено Ничего живого нет Это его дело Его рук дело Восток возглавлял Трошев Там вообще 1% уничтоженного Кто породил терроризм Он породил Когда убил женщин детей Когда русских женщин детей убивали Когда остался один человек Что ему сегодня делать Ну конечно идти убивать Других женщин и детей Он этот террорист Где сдаются боевики На востоке Где прошел Трошев А там А там ни один не сдается Ну то есть он имел ввиду Что когда этих боевиков Изничтожали Крошили Генерал Шаманов Слава генералу Шаманову За то что он истреблял Этих боевиков И правильно делал Истреблял под корень А те кто сдались Генералу Трошеву Они вернулись На свою стезю И продолжили То что делали раньше Нелегально Теперь они под руководством Рамзана Кадырова Делают то же самое То же самое Это те же самые бандиты Те же самые Только другими методами Начали действовать Как говорится Более цивилизованно Они цивилизовались Вышли в легальную политику Вышли в легальный бизнес Но они остаются Людьми террористами Убийцами У них руки по локоть в крови У них боевые подразделения Которые имеют Официальный статус И получают государственную зарплату Но это бандитские Этнобандитские формирования Которые предназначены Для подавления русских И мы это еще увидим Когда режим начнет сыпаться Эти люди придут к нам С оружием в руках Я уверяю вас Придут на улицу Кадырова Придут на мост Кадырова Это отступные для них Со стороны нынешнего режима Который прогибается Прогибается перед бандитами Вместо того чтобы их истреблять Далее Шустер говорит Руслан скажите Руслан Вот вы сегодня в Государственной Думе Вы от Единой России Напомню Это все Единая Россия Вы обвиняете Владимира Шаманова В том что он сделал Вы обвиняете Трошева В том что он сделал Ну там он на самом деле Я не обвинял Трошева Есть какая-то точка Где мы можем это забыть И начать движение вперед Это напоминает 2004 год Или нет такой точки Ямадаев Другого выхода у нас нет Мы делаем шаги Это передача Другие Они сейчас озлабливают Маленько дайте скажу Взрыв в метро Вы сразу видите Невзоров, Рогозин Как у них глаза искрятся Понимаешь А чеченский народ Как страдает Боятся выйти Их там в метро Останавливают Везде мучают Вот почему вы не смотрите Где кто виноват Пока мы не ответим на этот вопрос Это будет продолжаться А виновен он Ну и так далее Там поток слов Поток безобразия То есть эти люди Ну стали как евреи Говорят только о себе Только о себе Они не видят Какой ущерб Они нанесли другим Какой ущерб Жизни, здоровью Чувство человеческого достоинства Вот все это От лидеров чеченцев Вот тогда В 2004 году Исходило Мы самые обиженные Мы самые обиженные Но при этом Поведение чеченцев Вот за все эти годы Ну вы представьте себе Вот эту кавказскую молодежь Прежде всего чеченскую Все должны молчать Когда чеченец говорит Ну я это слышал Своими ушами Это наглость Это цинизм И готовность всегда Применить насилие Когда их больше Когда они вооружены Я видел этих людей С арматуринами Которые там сбежались Это был 2006 год По-моему сбежались К Дому журналистов Где мы проводили Круглый стол По поводу судьбы Чеченской республики Снова Ямадаев Вот у вас сейчас Много вопросов Возникло по Чечне Сразу чеченцы Во всех грехах обвиняют Сразу чеченцы Во всех грехах Обвиняют чеченский народ Когда-то евреев Видите вот они Евреев вспомнили Когда-то евреев Вот так же гоняли Как чеченцев сейчас Точно такая же ситуация У нас у чеченцев Вот что я хочу сказать Вы поймите одно Чеченский народ Пострадавший А его обвиняют Во всех грехах Да мы Не народ обвиняем А конкретных бандитов Обвиняем То что Русскоязычных выгнали Это Не мы выгнали Мы просим Чтобы они вернулись Ну сейчас они прямо Вернутся к вам Прямо в ваши бандитские Анклавы Мы желаем Мы сделаем все Для того Чтобы они вернулись Что они сделали За это время Ничего абсолютно И они вернутся Это Если захотят Здесь власти И мы над этим работаем А то что Невзоров Рогозин Шаманов Вы знаете У них постоянно Такая позиция Неконкретная Вот они сейчас Начинают эмиссию Говорят Какая эмиссия Там давно эмиссии нет Давно нет Боевики приходят Возбуждаются уголовные дела Возбуждаются уголовное дело Шустер Вы говорите Эмиссия или амнистия Ямадаев Эмиссия Эмиссия Шустер Что делает круглые глаза Ямадаев Ну я чуть-чуть Волнуюсь Вы извините Шустер Военная эмиссия Это амнистия Ямадаев Да Да Военная эмиссия Там есть Там все Бомбы Все там идут Там возбуждаются Уголовные дела Вот С Хамби Он тоже Можно такая же ситуация На нем нет крови Нет преступлений А то что он был Бригадным генералом Дивизионом Это же не значит Ну да У боевиков Это Работа Это не значит Вот что мы критикуем коммунизм А фактически всех коммунистов Уже посадили Ничего Это же Граждане России А ведь чеченский народ Обвиняется в грехах Шустер Ну а поаплодируйте Это же правильно Ну и конечно Есть кому поаплодировать Всему этому потоку бреда Оказывается Быть бригадным генералом Бодицкой армии Это не преступление Вот тогда и Гитлер Ни в чем не виноват Он ведь тоже никого не убивал Лично И Мадаев от микрофона Сравнил чеченцев с евреями Которых тоже Все якобы обижают Симптоматичное сравнение Которое Многое говорит О средствах пропаганды Чеченской исключительности Не признавать никаких жертв Среди других народов Говорить только О своих бедах Не признавать за собой Никаких грехов Преследовать Самым яростным образом Любого Кто не признает Исключительности Статуса чеченца А более всех Тех кто сражается С чеченскими бандами Еще раз я вклинился Когда у микрофона Бесновался Ямадаев Требовавший Чтобы генерал Шаманов Ответил перед законом За разгромленные села И горы трупов Я крикнул Я крикнул А когда Ямадаев Будет отвечать У меня микрофона не было Поэтому Шустер Смерил меня взглядом Укаризны И передал мою реплику В эфир Но развивать эту тему Не дал Ямадаев Это потому Ему Шаманову Станет тяжело Когда мы Станем на путь Правовой Действительно Когда начнутся Разбирательства Шустер Ой только Не угроза Я вас умоляю Ну что же вы Это что же вы Ямадаев Нет 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 Вы подождите Сотни тысяч Убитых людей Детей Женщин Стариков Русских Чеченцев Армяне Кто-то когда-то Должен отвечать Когда это будет Хоть сто лет Ответят они Перед Богом Ответят они Савельев Реплика Вне эфира А когда Ямадаев Будет отвечать Когда вы будете Отвечать Ямадаев Я отвечаю Я же стою Отвечаю в Москве Я снова кричу В правовом смысле Когда вы будете отвечать Ну и естественно На мой вопрос Никто Никто не ответил И Шустер Не дал возможности Эту тему Об ответственности Тех кто сидит С чеченской стороны Об их ответственности Как-то развить Ахмат Кадыров Был убит Через три месяца После передачи Земного суда За свои преступления Он избежал Руслан Ямадаев Тоже не ответил Перед судом За то что Воевал против России Он был убит Прямо в центре Москвы В сентябре 2008 года Вероятнее всего В борьбе с кланом Рамзана Кадырова Которому Путин Отдал Чечню В наследство После убийства Его отца Ахмата Программа Свобода слова Тоже недолго прожила Савик Шустер Уехал на Украину Вести аналогичное Ток-шоу То есть мы видим В общем-то Кара настигает Помимо всякого права Этих бандитов Я надеюсь Что эта кара Настигнет И их пособников Господина Полтавченко Господина Собянина Господина Лужкова Ну самого Рамзана Кадырова Я думаю Что это просто Первый человек Который должен быть При смене политического режима Арестован Посажен в тюрьму И его деятельность Должна быть расследована Ну вместе со всеми Его подельниками Которых он там Собрал вокруг себя Очень удобно Гнездо уже сформировалось Это гнездо должно быть уничтожено Я не сомневаюсь Что это гнездо бандитизма Ничего другого там нет Рамзан Кадыров Никогда не занимался Ни управленческой работой Ни образования у него Никакого нет И вообще никаких ориентаций На то чтобы делать что-то полезное Это такой знаете Играющий в отца народов В такого микро Сталина Мелкий подонок Мелкий уголовный подонок На руках которого Смерть русских людей Поэтому мы его Никогда не можем простить И его отца тем более Который натравливал Чеченцев на русских Который стоял у истоков В той резне О которой мы говорим Которая до 2004 года была И после 2004 года И когда генерал Лебедь Вместе с Ельциным И прочими Сдал Просто Вывели войска И объявили Что а теперь мир Какой мир Весь этот чеченский бандитизм Расползся по стране И теракты там были И все что угодно Поэтому Вот когда говорят Ну чеченцы пострадали Вот они теперь мстят Ну а может быть Мы тогда тоже отомстим Если мы отомстим За все обиды Которые нам принесли Чеченцы Или там другие Кавказы Я думаю что там На Северном Кавказе Просто камня на камне Не останется Мы просто такой вот Добродушный народ И не помним Не помним зла А надо бы помнить Надо бы вспомнить Пришло такое время Когда зло надо помнить Зло надо помнить Пока оно существует И вот это зло Надо искоренять И это должно быть Нашей политикой Политикой Русского национального движения Мы должны стремиться к этому Никакой Чеченской республики На территории русской России Быть не может Это не значит Что эту землю Можно кому-то отдать Эта земля Никогда исторически Не принадлежала чеченцам Это только мирным чеченцам Позволено было Спуститься с гор И заняться сельским хозяйством А потом советская власть Им вырезала Чечено-Ингушскую республику А Ельцинская Вырезала отдельно Чеченскую республику У нас ничего подобного Быть не должно Этнических республик В Российской Федерации Быть не должно Россия была исторически И должна стать вновь Унитарным государством И никаких административных образований Где русские Не составляют большинства Быть не должно И поэтому никакой Чеченской республики Наверное Северокавказский край Может быть Там где есть Компактные поселения Иных нерусских народов Там местное самоуправление Ради Бога Но никаких губернаторов Никаких президентов Глав администрации Республик Быть не может Никакого договора Мы русские Ни с каким другим народом Не заключали По поводу Создания некой федерации Где позволено на равных Быть русским И нерусским Нерусских-то больше Там 200 народов Вот эти 200 представителей Зажимают всех русских так Что уже и те Кто должны были быть Русскими представителями Такому не являются Ведь Единая Россия Это нерусские люди Это люди настроенные Русофобски Настроенные на уничтожение Всего русского Они просто прямо Сотрудничают с бандитами С этническими кланами Они делают все Чтобы русские Не вспомнили о том Что они русские Ходить голосовать За этих людей Но это надо быть Врагом своему собственному роду Поэтому каждый Проголосавший за Единую Россию Это просто враг русских Не только тех Которые живут сейчас Но и враг всей русской истории Враг всех наших предков И потомков Которым надо будет Как-то выживать В ситуации Когда нас Просто запрессовали До такой степени Что мы уже даже не чувствуем Окупационной природы Власти Которая стоит над нами И эта природа Должна быть истреблена Изничтожена Ну прежде всего В наших мозгах В нашей душе Мы должны На дух не принимать Все что исходит от нее Даже если Нам кажется Что есть что-то такое разумное Нет Это неразумное Мы так должны считать Неразумное Потому что нам снова Пытаются прикрыть глаза Усупить нашу бдительность Все что мы можем Говорить об этой власти Вон Всех вон Вместе со всеми Вашими этнобандитами Этническими кланами Которые вы создали Внутри государственной власти Это уже не государственная власть Это действительно Какая-то совокупность кланов Которые делят доходы Кто-то от эксплуатации территории Кто-то от эксплуатации трубы Кто-то потрошит бюджет Они все занимаются только этим Поэтому пенсии туда, в Израиль Ну зачем здесь пенсии платить русским людям Это же лишнее А вот в Израиль Да, пожалуйста Здесь денег нет Здесь Крым Который взяли, можно сказать, голыми руками Подарок такой Упал в руки Превратили тоже в место Где делят территории интересы Где строят этот мост Стоимостью в триллион рублей Для чего? Вы думаете для того, чтобы Крыму было легче? Да нет Там просто будут делить территории Там будут на побережье создавать свои гнезда Для того, чтобы извлекать прибыль максимальную А мы, мы кто? Мы здесь только обслуживающий персонал И крымчане, которые думали, что они вернулись на родину Нет, они вернулись из состояния рабства В другое состояние рабства Просто сменился рабовладелец Одна олигархия уступила другой И я думаю, что закулисная сделка здесь была Здесь была закулисная сделка В обмен на войну А война нужна той и другой стороне Той и другой И так называемой Украине Которая не существует в природе Нет такого государства И нации такой нет Украинцы Это вообще непонятно Что живущие на окраине Какие-то люди Нет Это те же самые русские люди Которые забыли, что они русские И Российская Федерация Где тоже забыли Они россияне Они тоже забыли, что они русские Вот этих баранов Столкнули вместе Людей одной крови Столкнули для чего? Для того, чтобы сохранить свои режимы Свой поганый режим сохраняет Порошенко Свой поганый режим сохраняет Путин Поэтому они используются Почему на Украине использовались этнобандиты? Как на бандиты И сейчас используются Почему с Украины На Украине лечили Залечивали свои раны Чеченские бандиты Это факт установленный В том же Крыму Они там отдыхали Лечились И потом снова направлялись в Чечню Бандитствовать Убивать русских солдат И русских людей И здесь то же самое Почему Вот этот цинизм Малых народов Которые не привыкли к тому Что они живут на самом деле В доме построенном не ими Использованы проблемы Комплексы, которые есть у людей Принадлежащих к малым народам Они есть исходно В условиях культурной среды Образованности Интенсивных контактов снимаются Ну вот специально все сделано так было И в том числе советскими структурами Чтобы выделить такие анклавчики Выделить некоторым народам Не всем, конечно Представьте себе 200 анклавчиков И земли бы не осталось Но некоторым, за которыми не нужен Специальный уход Достаточно численности Если там людей Миллион человек живет Ну наверное Они сами как-то смогут Смогут выжить Но им специально выгораживали Их собственные республики Их собственные территории Выращивали этнические Так называемые элиты Которые элитами на самом деле Не являлись Это просто были этнические кланы Которым передано в управление Отдельные территории Их выращивали специально Для того, чтобы Как можно сильнее ущемить русских К чему это привело? К распаду Советского Союза Так называемые этнические элиты Растащили страну по кускам Путин как истинно советский человек Он просто эталон Наверное того, что называется Совок С презрением называют Я думаю, если к кому-то относить Это слово Оно, конечно, оскорбительное Неприятное И я предлагаю его использовать пореже Но если вы используете То вот Путин Это стопроцентный совок Вот он продолжил Дело Ленина-Сталина Так же расчленил Российскую Федерацию Как они расчленили Бывшую территорию Российской империи Нарезали ее И раздали Этническим кланам И позволили Этническим кланам Внедриться во власть И рассесться Всюду По местам Которые более или менее Доходны Или влиятельны Все забито Вот этими этническими кланами Русская власть Что должна сделать? Прийти и все кланы выгнать То есть выгнать вообще всех Все вот эти представители Этнических меньшинств Должны Просто покинуть Органы государственной власти Они уже там присиделись Они создали Этнические анклавы Они продолжают Пропагандировать Исключительность В сравнении с русскими Поэтому им там не место Пусть идут Занимаются каким-нибудь Другим делом Желательно Чтобы это дело Никак не было связано С контактами С другими людьми То есть вот в одиночестве Может там человек Что-то делать Там кустарным производством Заниматься Вот пусть он этим и занимается Не дай бог Чтобы они занимались Бизнесом Были в системе управления Или там занимались Культурой Искусством Литературой Кроме как нагадить Они ничего не умеют Ничего Ну они собственно Этим и занимались И в этом деле Они профессионалы Как сильнее ущемить русских Они в столице Да там пусть будет Казанская губерния Или уфимская губерния Грозненская губерния Но ни в коем случае Это не должны быть Этнически вычищенные территории Чем занимались Вот эти этнические группы На протяжении Всей вот этой четверти века А до этого занимались И при советской власти Очищением от русских Вот теперь Когда я уверен В ближайшее время Власть русская будет установлена Нужно будет провести Обратный процесс Уравновесить Все привести К традиционной ситуации Нигде не должно быть русофобии Ни один русофоб Не должен остаться На своем месте Все они должны быть Изгнаны Изгнаны И конечно Никакого моста Кадырова Быть не должно Все лица причастны К названию этому К предложению К согласию То есть весь Я считаю Что русские должны будут Репрессировать Всех до одного Кто проголосовал За этот Топонимическая комиссия За то Что они переименовали Полтавченко Как инициатор Всего этого дела Конечно Это Я думаю За такие вещи За оскорбление Оскорбление Буквально оскорбление Всей стороны Намеренное Злонамеренное Соучастие В Вот этих Закулисных Этнических играх Это пожизненное Полтавченко На пожизненное Ну я думаю Что может быть До пожизненного Не дойдет Ну не всякий Доживает До этого И все таки Какой-то срок Пройдет До того Как будет установлена Русская власть Но этих людей Конечно нельзя Сохранять у власти И вообще Нельзя сохранять Там где Есть хоть какое-то Воздействие На ситуацию Все эти депутаты Которые проголосовали За Все они Все они Они просто Должны быть Как будто Они получили Черную метку Их списки Должны быть Зафиксированы Я прошу Питерцев Зафиксируйте Всех Кто был Причастен Кто выступал За Кто принимал Решение Кто агитировал Выступал С трибуны Все эти люди Должны быть Взяты на учет И у всех У них Должна быть Черная метка Пособник Этнобандитов Пособник Этнобандитов Тот кто Выступал За улицу Рамзана Кадырова В Москве Все причастные К сожалению Здесь все было Не публично сделано Просто вдруг Раз и появилась Улица Кадырова Вот все эти лица Конечно Должны быть Должны быть Репрессированы Подвержены Иллюстрационной Политике У русской власти Будет очень много Врагов Поэтому русским Надо уже сейчас Мобилизоваться И учиться Дисциплине Прежде всего Дисциплине Верности закону Верности своему слову Стойкости В противостоянии Тому что Мешает нам жить Если мы этого Не научимся Мы потеряем все Мы уже почти Все потеряли Мы уже почти Все потеряли Вы посмотрите Политикой у нас Занимаются Отчаянно Нерусские люди Русофобы Даже если нам кажется Что это Лица Русские И в чем-то Даже такие Русопяты И иногда даже Высказываются В таком духе Но это все Русофобы Русофобы Нам не будет Дана власть Если мы Не вырастим Мысль О русской власти В своей собственной голове Не получится Государства смертны И народы Тоже смертны И мы Русские Смертны Мы умираем Как народ Потому что Отдали свое государство Совершенно Чужим людям Если не мобилизуемся В ближайшее время Если в ближайшее время Не начнем Активнейшую Политическую деятельность Не сплотимся На основе Разумных Разумных позиций А неразумных Очень много Неразумие Неразумение Просто Растеклось По нашей стране И Какого только Бреда Не услышишь Этот бред Просто осел В головах Он весь должен быть Исторгнут Как болезнь Как вирус Пережит Какой-то иммунитет Должен быть Должен возникнуть На Весь этот Всю эту глупость По поводу русской истории Которую говорят От дворника До профессора Вот все одно и то же Лепят там Про русских государей Там Оценки Какой-нибудь там Русско-японской войны Или там Оценки Сталина Все Вот поток Бреда По поводу Собственной истории Вся голова Забита этим бредом Идиотские суждения По поводу русских Которым 3 миллиона лет Идиотские представления О жизни Как устроена там Вселенная Галактика Мир Общество Государство Вообще люди ничего не понимают В таком состоянии Народ выжить не может Поэтому Ну научитесь Те кто Не учился Ну научитесь Учиться В конце концов Учиться Русскому мировоззрению Вот что самое важное С русским мировоззрением Мы спасем Россию Спасем русский народ Своих родных И близких Обеспечим им будущее Будущее Наших детей И наших отдаленных потомков Которые будут продолжать Помнить о нас И помнить о себе Что они русские Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин